Простая ситуация в Подмосковье и Петербурге. В остальных регионах счёт заболевших пока идёт на десятки, а где и того меньше? Быть может, поэтому на местах угрозу часто недооценивают. И зря, ведь динамика очевидна. В Москве ещё месяц назад не было и десятка заболевших коронавирусом, а теперь их уже в районе четырёх тысяч. Надо понимать. А у нас всё ещё не редкость побеги из больниц, нарушение правил карантина и самоизоляции, пренебрежение личной гигиены. Некоторые чиновники, педагоги и даже врачи позволяют себе приходить на работу, не сообщив о поездках за границу. Заражают других коронавирусом. А ведь это уголовное дело. О том, как Россия справляется с самоизоляцией и об опасном для здоровья раздолбайстве – Салима Зариф. Всем здравствуйте. Это третья хирургическая, а ныне уже седьмое инфекционное отделение больницы Теогеоргия в Санкт-Петербурге. Эта больница – одна из тех, где медики уже не только работают, но и живут. На казарменное положение в связи с коронавирусом в Петербурге переведены почти 500 врачей. Мы с вами сейчас находимся перед входом в экстренную операционную. На данный момент у нас остались только экстренные операционные залы. Все плановые операционные залы переоборудованы в палаты реанимации. Больница Святого Георгия не была инфекционной, но у нескольких пациентов выявили коронавирус. Их экстренно перевели в специализированное отделение больницы Боткина. Стационар прекратил приемы-выписку. Персонал вместе с пациентами изолировался на отделениях. Мы готовы встретить новый коронавирус, и мы всегда готовы вам помочь. Только одна просьба будет к вам – оставайтесь дома. И граждане прислушиваются к призывам врачей. Удивительная картина, которую демонстрируют онлайн-камеры европейских столиц, теперь и в Петербурге. Город – один из лидеров рейтинга самоизоляции. Совершенно пустая дворцовая площадь. Нет ни очередей в Эрмитаж, ни людей в костюмах Петра и Екатерины. Никто не фотографируется на фоне атлантов. Пустая Исаакиевская площадь непривычно смотрится без людей стрелка Васильевского острова. Набережная канала Грибоедова – обычно одно из самых оживленных мест Петербурга. Здесь всегда много молодежи, всегда много туристов. Вот там, возле Спаса на Крови, им обычно продают шапки-ушанки. Вот там на мостике милуются парочки, а по всей набережной работают уличные художники и музыканты. И здесь здесь обычно можно лишь встроившись в ритм людского потока. Все это вернется. Как скоро – зависит от нас. Больше всего случаев заражения по-прежнему в Москве. Александр Бузаладзе из опустевшей столицы. У нашей полиции сейчас меры совсем не репрессивные. Исключительная рекомендация местным жителям и гостям столицы – просьба оставаться дома. В Москве в связи с нашествием коронавируса не введено чрезвычайного положения. Прямого запрета на передвижение нет, если вы не на карантине. Как я уже сказал, это граждане сами контролируют. Иногда очень жестко, иногда жестче, чем сама полиция. Выговаривая своим соседям или людям, которые пытаются организовать пикники возле своего дома. Пока мы придерживаемся такого хорошего режима, самодисциплины, я считаю, что пока не нужно вводить никакие пропуска. Но при этом полиция все равно будет контролировать места скопления людей, общественные места, дворы, выборочные проверки на дорогах осуществлять. Судя по опустевшей столице до ее жителей, удалось достучаться. Цифры, статистика по людям и транспорту на этот день такие, что если показать их жителю Москвы полугодовалой давности, он вряд ли в них поверил бы. Да что там полгода, всего три недели назад дороги Москвы были почти на 90% загруженней. Метро потеряло около 80% транспортного потока за год. Такси и тоже за год падение больше 70%. Прима-балерина Светлана Захарова с дочерью и мужем все вместе, дома. Эти вынужденные каникулы немножко даже как в радость, потому что сегодня вся семья дома, все на месте. Теперь официально, как просят московские власти, и это никакое не заточение, можно выходить в ближайший магазин за продуктами, гулять с собакой в радиусе 100 метров, ходить в аптеку и даже ездить в автомобиле до гипермаркета. Все это нужно делать разумно, чтобы как можно дольше времени добровольной самоизоляции оставаться дома. Чечня – первый регион, который полностью закрыл въезд и выезд из-за угрозы распространения коронавируса. Рамзан Кадыров лично контролирует процесс дезинфекции улиц. Мы уничтожим коронавирус, призывая жителей проявить еще немного терпения. Скоро все наладится. А с минаретов звучат вот такие призывы. Без маски, без перчатки не выходи. Только магазин, аптеку необходимость только выходить. А вот уже Крымский мост. Водителям и пассажирам измеряют температуру. Если температура будет свыше 38 градусов, то вызывается скорая помощь и такой человек доставляется в инфекционное отделение. В Красноярске детские площадки обтянуты сигнальными лентами, а из динамиков спецавтомобилей призывают остаться дома. Оставайтесь дома для вашей безопасности и скорейшей стабилизации ситуации. Жесткий карантин в Краснодаре. Чтобы передвигаться на машине, нужен спецпропуск. Выход из дома без веской причины запрещен. Чтобы в городе были свет и вода, продукты и медикаменты, свою работу продолжают предприятия 33 сфер деятельности. Да. Путин сделал то, что даже Сталин не делал. Если при Сталине людей увозили в ГУЛАГ по надуманному предлогу, то Путин перенес ГУЛАГ в ваш дом. Вы теперь, хоть находясь у себя дома, тем не менее, все равно арестованы все до 30 апреля. Все под домашним арестом. Вам еще сидеть, примерно, дорогие россияне, еще примерно 18 дней на улицу нельзя. Штраф. Но происходит в этот самый момент самое страшное. Нет. От вируса, конечно, тоже много людей погибает, но происходит страшное в другом плане. У нас на глазах рушится страна. Всякие там месячковые главы республик перекрывают границы. Вот что коронавирус делает со страной. Буквально рушит ее то, чему никакому Навальному, никакому Ходорковскому и не снилось. И мы начинаем вести недели. Не ждите ничего хорошего. Хорошего действительно нет. Мало что. Но и особенно плохого-то уж точно не будет. Обо всем по порядку. У главврача больницы в коммунарке в Москве обнаружили коронавирус. Главврач московской городской больницы номер 40 Денис Проценко сообщил в своем фейсбуке о том, что я сейчас запись посмотрю, идет ли запись у меня идет. Отлично. Так вот. Денис Проценко в своем фейсбуке сообщил о том, что сдал анализ на коронавирус. И он оказался положительный. Проценко чувствует себя хорошо. Рукопожатие, что называется, крепкое. Он закрылся в своем кабинете, где есть те возможности для дистанционной работы и управления больницей. Сам врач отметил, что надеется на свой иммунитет, который у него вырабатывался годами. А дальше пошел ЦИИР. Потому что телеканал «Россия-24» позвонил в 40-ю больницу в Москве и спросил, какие меры принимают в больнице. В больнице пропагандистам ответили, что выясняют, с кем именно контактировал главврач больницы. То есть, в чем цель? В том, что больница журналистам ответила, что выясняют, с кем именно контактировал главврач больницы. И это после того, как на всю страну, на весь мир было показано, с кем контактировал зараженный коронавирусом Денис Проценко. Это сам глава нашего государства, Владимир Путин. Вот вы сейчас видите фотографию. Это еще помимо Путина Собянин. То есть, все они потенциально в зоне риска и, возможно, уже заражены злосчастным ковидом. Это не только Собянин и Путин, это еще и Горикова. То есть, российская верхушка потенциально может быть заражена ковидом-19. Естественно, тут же в дело подключается пресс-секретарь, пресс-президента Дмитрий Песков. И заявляет, что, мол, граждане, все в порядке. Путину делают тест на коронавирус по три раза на дню. И все тесты отрицательные. Поверьте, мол, на слово. Ага, как же. Еще недавно Песков заявлял, что кто-то в администрации президента заразился этим самым злосчастным коронавирусом. Не сказав, естественно, кто. Ну, да ладно. Возмущает другое, что Песков хотя бы поделился бы анализами Путина на коронавирус. Путина предоставил бы их общественности. А все, что он сказал, это лишь на словах. Все, что он сказал, может быть вполне возможно осознанным враньем от и до. И как раз от процента Путин мог подхватить эту самую заразу. Если это так, то Путин уже не фигурально, а напрямую стал токсичным, заразным президентом. Он, по сути, стал тем самым председателем Вейскером из обители зла, который специально заразил себя для выработки еще более опасного биологического оружия. Да, это фантастическая теория, но фантастическая теория вполне могла быть и реализована в России. В России полный сталкер, полный фалат. И далее хорроры по списку, что называется. Все самые фантастические теории из фильмов, игр, кинопродукций сбываются почему-то всегда именно в России. Такой есть неписанный закон. Ну ладно, мы увлеклись поп-культурой. А что же за ней? А за ней то, что мы как граждане Российской Федерации не знаем, дополнительно заразен ли Путин коронавирусом или самлядин коронавирусом или же нет. Вообще здоровье Путина один из самых охраняемых секретов Кремля. По принципу усильного лидера ничего должно не болеть. За Путина даже возят специальный биоту-гуалет и поднимают с пола его фекалии, мочу и кал, с тем, чтобы она не досталась врагу и враг не смог высить через тесты. Чем же болит президент, буквально шевыряясь в его испражнениях, скажем так. А тут на тебе, удар в подых, с высокой степенью вероятности Путин заболел коронавирусом. Кстати, обратите внимание, даже дистанционное совещание проводил. И проводят сейчас. Что же касается Пескова. Песков ломает голову. Ну как же так? Я, пресс-секретарь президента, не предупредил главврача о том, что после визита к нему президента не надо две недели ничего выкладывать в соцсети. Об этом сотрудники Кремля предупреждают каждого контактера с Владимиром Путиным. А тут главврач, да и еще выложив во вражеском, американском фейсбуке, посмел высказаться, заикнуться, что он болел коронавирусом и сразу же после контакта с Владимиром Путиным, Собянином, Гориком, с Гориковой, да, ночью с Верхушкой. И потом, естественно, чтобы как-то оправдаться, Песков вбросил в СМИ фейк о том, что вакцина уже готова и бла-бла-бла. Но факт есть факт. У меня нет доказательства, что Путин там заражен. Я скажу так, с высокой степенью вероятности это так. Если Путин не коронавирусом болеет, так царизмом-то уж точно. Да и хорошо рассуждать об вирусах с главврачом современной больницы, которая нашпигована по самому передовому слову медицинской техники, в самом центре нашей столицы. А пусть зараженный в кавычках или без нее президент поедет бы, ну скажем, хотя бы в город Каменск-Шахтинской, Ростовской области, где оттуда не увольняются, а бегут врачи, как дезертиры с поля боя. То есть, если бы Песков предоставил еще раз вот анализ, вот там заявление, помните, как Трамп там предоставил медицинские справки, что он там никакой не болен ничего в 2016 году, когда Хиллари Клинтон его обвинял в том, что он старый маразматик. Нет, Трамп предоставил все справки и выиграл президентские выборы. Вот так же и Путин. Пусть предоставит все анализы, все справки, но не он лично, понятно, что он занят, но кто-нибудь из администрации президента. А так, все, что нам остается, поверить на слово пресс-секретарю президента о том, что Путин не болен и делают ему тест три раза на дню. Так, экспортная цена российской нефти марки Юрлс стала отрицательной. Причиной это стало резкое падение мировых цен на нефть. Так, котировка у Юрлс, ФПП западная нефть формула, 30 марта составляла минус 1000 рублей, а на следующий день упала до минус 2000 рублей. Таким образом, затраты на транспортировку нефти и оплату экспортной пошлины превышили саму стоимость российской нефти. 31 марта российская нефть снизилась до 13 долларов за баррель. Это стало минимальным значением аж с 1999 года, когда у вас к власти пришел наш солнцеликий, зараженный коронавирусом президент. Ну что ж, как к власти придет, так к власти и уйдет, очевидно, при цене 13 долларов за бочку нефти и ниже. Но не об этом сейчас, а о том, что сама же Россия обвалила цены на нефть, чтобы выбить американскую сланцевую нефть из-под рентабельности. Но, похоже, подложила только себе палки в колеса. И в результате такого решения продавцам российской нефти еще приходится и доплачивать игрокам нефтяного рынка, чтобы те купили нашу нефть. А плачат-то они из госбюджета. Да это же в самый разгар эпидемии и глубокого во всю задницу председателя Роснефти Сечина экономического кризиса в стране. Так, уже Роснефть частично банкрот. Она начала избавляться от венесуэльских активов в пользу правительства России. Как будто правительство России нужно венесуэльские активы. Но куда-то же их избывать надо. Их же не покупают. То есть, чтобы государство платило по долгам Роснефти. Все это делается как раз таки. С этого дня российскую нефть перестали брать во всем мире. Да, не навсегда. Да, до конца эпидемии. Но все-таки теперь Роснефть вынуждена искать другие источники доходов и повышать цены на бензин. В самой России, что конечно же губительно для вас, для граждан. Уже сейчас наблюдается колоссальное падение доходов бюджета из-за падения цен на нефть. И аналитики всерьез ждут дефолта уже в августе. Ну, сами знаете, август в России это войны, катастрофы, эпидемии, начало экономических проблем и т.д. и т.п. Россия продает себе нефть в себе в убыток. Только Сечину об этом не говорите. Он не знает ничего про это. В России кризис... Он думает, что все будет хорошо. Но я надеюсь все-таки, что будет действительно хорошо. Но пока я в этом сильно сомневаюсь. В России кризис будет хуже, чем даже в 92-м году, говорят многие эксперты. И все же из-за этого решения Сечина об выходе из нефтяной сделки ОПЕК+. Уже сейчас нету в основном... У населения в основном нет сбережения на черный день. То есть черный день, он уже по факту наступил. Вновь будем стоять с протянутой рукой и кричать, Америка, помоги! Да без тебя ж никак! А сама Америка тоже в кризисе. Там тоже разоряются нефтяные фильмы. Только вот они частные, они государственные. И государство от них не зависит. Будет все как всегда. Такая задница, что большая задница. Ну такая занятая, что даже вы себе и представить не можете. Кусок хлеба, например, будет стоить, в результате, обрушение цен на нефть, тысячу рублей. Ну что, нравится вам такое решение Сечина? Нет? Ну, решение принято, тем не менее. И таким образом от торговой войны начатым с Сечином, чтобы выдавить американскую сланцевую нефть из мировых рынков и заместить ее своей российской, уральской нефтью. Проигрывает сама Россия, к сожалению, полностью в раскардаш, в дребезге. Вплоть до подписания капитуляции. Российская нефть полностью исчезает с европейских рынков, наконец-таки. А что же европейцы, у кого же нефть покупают? Даже с учетом снижения спроса на нее нефть нужна. А нефть они покупают у Саудовской Аравии, да? По более выгодным ценам. И таким образом еще и Саудовская Аравия выдавляет российскую нефтянку с международных рынков. Саудиты выиграли от разрыва сделки САПЕК. Кто-нибудь скажите это председателю Роснефти Игору Сечину. Но это правда с точки зрения, как экономист он и бездавит. А то своими действиями он приблизил самую настоящую гражданскую войну в России. За бензин. То есть сценарий фильма «Бессумный Макс», чего я начал передать. То есть сценарий самых фантастических фильмов сбываются, реализуются в России на полном серьезе. Финансовый крах. Скоро будут драки за бензин. Уже это все начинается. И никто не спасет. И ничего не спасет. Ибо не трубами едиными надо было заниматься. Но уже об этом думать слишком поздно. Хана российской экономики и хана самой этой банановой республики, в которой встала нефтянка. В которой развивается только нефтянка. И вот вы знаете, что когда ты начальник большой компании, да, или генерал какой-нибудь, ты обязан, конечно, выступать перед своими подчиненными. Но ты должен делать это один раз. С тем, чтобы всем все четко разъяснить, кто за что. Владимир Владимирович Путин выступает со вторым обращением граждан. Для тех, кто не понял его первое обращение. А за вторым третье и так далее. И неразберихи стало еще больше. Итак, с первым пунктом нового обращения вроде бы ясно. Он продлил режим нерабочей недели до 30 апреля. Сохранением заработной платы. Но откуда же ее, эту самую заработную плату, брать, если ты состоишь не в государственном предприятии, а в частном предприятии, которое закрылось на карантин. А твой магазин, да, или твое пекание закрыто до 30 апреля. И у тебя просто нет выручки, из которой ты плачешь работнику. Один из выгодов из такой ситуации, это беспроцентные кредиты на зарплаты. Только их никто тебе просто так не даст. А потом, рано или поздно, их все равно придется отдавать. Не в карантин ты разоришься, но так после него. Причем Путин как раз не понимает разницу между частными и государственными бизнесами. То есть государственное может прогорать, может развиваться, и ему пофиг, потому что он финансирует из бюджета. А частный бизнес прогорит все, и его ликвидируют. В этом-то разница. А дальше произошло то, что мне больше всего не понравилось. Что вызвало сплошь негативные эмоции. И Путин во втором обращении спекнул всю ответственность на регионы себя, на губернаторов на регионах. И это в условиях мировой, еще раз, мировой эпидемии и пандемии. Теперь у нас губернаторы и меры будут решать, какой вводить режим у себя в регионах. Режим ЧАЭС или ЧП. Страшный тотальный карантин. Или закрыть какой-нибудь район. Собянин так вообще вел QR-коды у себя в столице, без которых передвигаться нельзя. В это самое время в Чечне вообще великомендантский час. А на Ленмаре можно ходить спокойно, не опасаясь заражения и задержания со стороны полиции. То есть, развод и шатание. Но одно понятно точно, что режим ЧАЭС или ЧП лично Путин не хочет вводить ни в какую. Почему? Хороший вопрос. Люди путают режим самоизоляции с карантином. А что делать, например, если продуктовый магазин не за 100 метров от дома, а за 200? Что штраф? Но за что? Режима, чрезвычайной ситуации-то нету. А штраф есть. Да, понятно, что штрафуют сейчас, чтобы тупо пополнить козлу в условиях отрицательных цен на нефть. И поэтому расплывчатость формулировок не у Путина, а у губернаторов, на которых Путин возложил ответственность, зашкаливает. У нас вроде бы ЧАЭС, а вроде бы не ЧАЭС. Ходить можно, на улицу нельзя. Теперь каждый губернатор, то есть Путин умыл, как прокурор Понтий Пилат, фактически умывает руки. Теперь каждый губернатор будет соревноваться в мерах жесткости. Я запрещу гражданам алкоголь, говорят в Якутии. Ой, а они мне обязаны выходить не дальше, чем не 100 метров, а 50. Ну, говорит, например, губернатор Хакасии. Вообще, по каждому полицейскому во двор и подъезд. Пусть, когда гражданин выходит, если он выходит не на выгул собаки, не в магазин, всё. Пусть ему выписывают штраф каждого полицейского на каждый метр, в каждый подъезд. Пусть около подъезда дежурит. Потом этот вот режим непонятно что. То есть самоизоляции, ну, а вроде бы и нет. Самоизолируешься ты или нет, но рано или поздно всё равно тебе надоедает жить дома. Вот я это всё писал до того момента, как случилась трагедия в Рязани. Об этом мы ещё поговорим. Путин, что ж ты делаешь со страной? Ты президент или не президент? Води ЧАЭС, вводи поголовную вакцинацию, что-нибудь воды прописывай нормы для всех. А то так получается, вы знаете, у нас эпидемия, у нас люди умирают. Но я, знаете, пусть губернаторы решают, а я буду и заверну в себя в Кремле и буду за всем этим следить. Ну, и это Путин, Путин, который в 2009 году приезжал в Пикалёво и решал проблемы граждан. Я просто не узнаю Владимира Владимировича. Я, что он стареет, дряхлеет, я просто не знаю, там, убили, вместо него клон выступает. Я просто не узнаю президента. Мы привыкли, что Путин это жёсткий лидер. Там, там, всё, режим ЧАЭС, всё, выводим войскохинзащиты на улицах, пусть они там всех опрыскивают дустами. Нет, ничего этого. Пусть губернаторы сами решают. Ну, так они решат так, что никакой страны не останется. Единый. А ведь время идёт, время идёт. Скоро Пасха. Люди всё равно пойдут в храм 19 апреля, нарушая режим этот самый самоизоляции. И никто об этом не хочет думать и продумывать. Кроме, конечно же, Собянина с его кюркодами. Ибо государству, по завес, нужны штрафы. А расплывчатость формулировок, как это, позволяет выписывать много штрафов. За то, что ты посмел выйти из дома на улицу дальше, чем 100 метров, за 200 метров. Всё, штраф. Хотя нигде этого не прописано. Позор. Путин видел уже нормальный режим в чрезвычайной ситуации, чтобы можно было официально всех штрафовать, всех наказывать за то, что люди вышли на улицу. А так люди не понимают, что им делать. Им вроде бы закрыли предприятие. А они просто не понимают. За 100 метров не выходят. Хорошо. А если я вышел, но без собаки, тоже штраф или нет? Непонятно. Ни хера, ничего. В общем, Путин ввел в стране режим ХЗ. Фиг его знает, что делать гражданам. И фиг его знает, какая ответственность за это будет. Ну точно будет. И всё это, конечно, просто бутаки из Кремля прописали, ввели этот режим самоизоляции. Вроде бы само, а они за соблюдение его штраф. Ну так это же не самоизоляция получается. И не вовсе не добровольно. Потому что это просто изоляция. Ну, а теперь по поводу первого пункта. Вот тут хорошо в РТВА написано, что вот с какими пунктами Путин выступил. Во втором обращении. А теперь вот по первому пункту продлить, значит, до 30 апреля. Есть ещё одно соображение. Люди действительно спевариваются. И продление нерабочей недели до 30 апреля означает повальную пьянку в регионах. Впоследствии, представьте себе, целый месяц люди будут тупо бухать. Да так, что от страны может ничего не остаться. Запрещать тоже нельзя. Надо людей занять делом и решить им хотя бы гулять по району. Хотя бы гулять по своему району. А то так они сидят дома и выходят в магазин. Да, но не за продуктами, а за пенными напитками. А у нас же в самом разгаре весеннеполевые работы. Кто-то их должен проводить. Никто в Кремле не хочет об этом даже думать. Ну хорошо, пусть вводят режим ЧС только в города. В деревнях-то не надо. В деревнях-то нет заражённых коронавирусом. Нет, по всей стране. То есть, с одной стороны по всей стране, а с другой стороны губернаторы пустами решают. Что за идеотизм? Что за идеотизм? Владимир Владимирович, что за идеотизм? Самое слабое его обращение к гражданам за всю историю. Даже по поводу пенсионной реформы он обращался. Более у него содержательные какие-то высказывания были. Чем по поводу продления до 30 апреля домашнего ареста для всех россиян. Очень слабо выступил. Да даже на троечку, на двоечку. Карантин в РФ. Да ёптвою мать. В Самару вели колонну военных пикапов с крупнокалибренными пулемётами. Да. Новейшие машины так называемой скорой помощи уже в Самаре. С каждой минутой каждый Самарец чувствует себя увереннее и готов к вооружённой борьбе с Росгвардией. Ну, а что делать, как говорится? Никому не охота видеть, как пулемётчики выслеживают каждый дом, выцеливают каждое окно. Лишь бы гражданин был дома на самоизоляции, а нет. А очередью пулемётный летный. Прям по Самарскому двору и по подъездам. Причём сначала в Самару даже не то, что Росгвардия зашла с пулемётами. А вереница газелей вошла с новей. Я сам видел это в паблике ВКонтакте с новейшими гробами, заготовленными как раз для жертв коронавируса. Об этом в своём твиттере написал некто Олег Кулун, который лично видел, сам лично видел, вот он пишет, пикапы с крупнокалиберными пулемётами. Причём пулемёты на пикапах Росгвардии, и это всё напоминает тактику ИГИЛ. Организация, которая настолько запрещена в России, что власть держит по самые турецкие помидоры от неё. Росгвардия у нас здесь уже в Самаре, а я тоже житель Самаре, самарец, так сказать, украинский самарец. Росгвардия принимает тактику террористов и ведёт себя с гражданами точно так же, как с террористами. И это фото тому подтверждение. В этих машинах так называемый распилитель добра, так сказать, то есть патроны. Так что у нас здесь в Самаре не просто штраф за нецелевую выход на улицу, а сразу полемошная очередь от карательных войск СС, которые сейчас называются Росгвардия. Но не только страдает Самаря, в Оренбург также переброшены войска. Власть будет отстреливаться от людей, которые из-за обновлительной самоизоляции элементарно уже жрать нечего. В России может начаться самый настоящий голодный вооружённый бунт. И под это, конечно, вводятся войска Росгвардии. Вся мирная жизнь закончилась. Впереди последствия коронавируса. Трупы на улицах, штрафы и шарфон покатив в холодильнике. И вовсе не от эпидемии, а от Росгвардии и изоляционных, самоизоляционных мер наших властей. Но многие самарцы не сдались, не пали духом и готовы встретить вооружённые пикапы с Росгвардией достойно. Готовы встретить нацистскую гвардию Путина коктейлями Молотова. У меня рядом с домом прям их заготавливают у себя в гаражах люди. В час начала народного сопротивления мой район встретит Росгвардию с пулемётами достойно. Будьте в этом уверены. Также власть вела войска и в Екатеринбург. Так что всё, война, война с коронавирусом и война с людьми. Неминуемо и неотвратимо. Многие самарцы уже обращаются за помощью к врагам России и к врагам лично Путина, к Дарковскому, к США, к ЦРУ, к Украине. И они все обещали прислать помощь с тем, чтобы отбиваться от врагов, от нацистского супостата Росгвардии. Вооружённая борьба на улицах Самары уже началась. К счастью, началась пока ещё только в центре. Да, до моего района дело пока не дошло. Так, мой отец двинул в рошу полицейскому за то, что тот поспел спросить, куда он шёл и почему нарушил карантин. Берите пример, сарамальцы с моего отца. Вели войска Росгвардии. При этом самушленно есть эпохальную дату для каждого россиянина. 1 апреля, в день дурака или в день обычного россиянина. Представьте себе эту картину. Толпы озверевших самарцев, озлобленных карантином и того, что им жрать нечего. В холодильнике, а предприятия закрыты. На самозавиации не все, но многие бегут на пулемёты. А это уже есть. Так что действительно присоединяйтесь к народному, к информационному сопротивлению. И вот моему призыву уже последовали. Уже народ взялся за оружие. Уже гражданская война не то, что там на улицах, а в подъездах ваших домов началась. В Рязанской области мужчина расстрелял 5 человек. Ух, как я его хорошо понимаю. Преступление произошло в 10 вечера 4 апреля в посёлке Ел-Ятьма. Косымского района Ростовской, Рязанской, прошу прощения, Рязанской области. Мужчина 1988 года рождения на балконе своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, громко разговаривающих перед его окнами. После этого мужик взял охотничье ружьё, вышел в подъезд и выстрелил в 4 молодых людей и одну девушку. Все они скончались на месте. Ну что сказать? Мужик для меня герой. Так и надо поступать. Мораль такова. Хочешь веселиться? Езжай в клуб или на пустырь. Ну в общем не мешай соседям спокойно дыхать. Это правило культурных людей, а правило бескультурного тупого российского быдла шуметь ночью прям под окнами домов. Причём за разговоры наверное не надо было стрелять, а вот за громкую музыку, которые подонки, которые включают прям перед окнами домов или у себя в квартире, за это стоит расстреливать. Это моя принципиальная позиция. Ещё надо расстреливать за применение дрели без глушителя. О, вот это вообще дрели, это просто за вот это дело надо расстреливать. Мужика надо понять и простить. И отпустить. И кстати стрелял он из своего официально зарегистрированного ружья. То есть он не изготавливал себе где-то что-то обрез. И это веский повод в пользу свободной продажи оружия. Чего я лично не поддерживаю. Но это тем не менее веский повод. Но ведь и правда. Одни дебилы соседи зимой в 4 утра прогревают свою тачку на полных оборотах. Другие, как я их называю, безухие слушают музыку. На таком уровне громкости, что рок-концерт позавидуют. Люди, ау, уважительные надо относиться к своим соседям. Вы в городе, в селе, а не в селе, не одни, помните об этом. А нет, то вы вполне заслуженно можете получить пулю в лоб. Мужику браво. Мужик поступил так, как надо. Это тот редкий случай, когда убийство абсолютно оправдано. В условиях самоизоляции. В условиях того, что если ты вышел за периметр своего дома, то тебе сразу штраф. Я сам сталкиваюсь с мудаками и соседями, которые не понимают границы личного и общественного. Оправдать в Рязани стрелка надо. Оправдать срочно. Или дать ему минимальный срок. Теперь какие главные политические и общественные выводы можно сделать из этого происшествия. Но само собой, из-за целого нерабочего месяца, месяца, люди в России просто элементарно сходят с ума. Или банально им заняться нечем. Лично у меня целый район уже давно спился. Люди в очередях стоят не за масками, не за лекарствами от вируса, а за пивом. Это нормально? Конечно нет. При этом совершенно не ясно, почему здоровые мужики, которые не больны, должны сидеть дома дурить и спаиваться, и спаивать своих баб. Ну, окей. Типа они сидят под домашним арестом, чтобы не распространять вирус. Чтобы вирус не распространялся так быстро на всех россиян. Ну, так ведь люди просто дома сойдут с ума и все, как в Рязани, поубивают друг друга. Об этом вообще, опять-таки, никто, ничего, ни власть не думает. Хорошо, за 100 метров выходить из дома нельзя. Ну, так пусть штрафуют не за выход из дома, а за грязные подъезды. Тогда люди эти 100 метров будут убирать. Им будет чем заняться. А не выяснять отношения. Нет, все через жопу, все через мы выяснили задницу Сетина, да. Значит, власть вирусологов слушает. Активно запрещает гражданам выходить из своих домов и квартир. А психологов нет. И мы имеем то, что мы имеем от нерабочего месяца, гибнуть больше россиян, чем от коронавируса. А где же был в этот момент наша доблестная полиция и участковый, который должен был следить за рязанским стрелком? А дело в том, что он приезжал перед стрельбой и сказал, ну, если будет еще стрелять, тогда и вызывайте. А потом и вовсе не поехал, и человек взял ружье. Зато сотрудники Следственного комитета понимают, что это дело как два пальца об асфальт раскрыть. Приехали быстро и во всем разобрались в пользу своих лычек и премий на погон. И впаяли мужику 105-ю статью. Так пусть следователи, Следственный комитет и патрулируют лучше дома, а не участковый, который вечно занят и задницу не может оторвать от дивана в 10 вечера, когда шумятся и гремят соседи. Позор властям, позор полиции, позор всей Рязанской области. Мужика на свободу, все он правильно сделал. Какая-то действительно толпа гопников собирается, а им еще нерабочие месяцы выписали. Под окнами и орут друг на друг. В России начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях на дому. И двух лет не прошло. Спустя две недели после тотального введения карантина в России, наконец-таки начнут выявлять коронавирус на ранних стадиях на дому. С помощью высокочувствительной, мать ее, тест-системы, разработанной учеными на эпидемиологии ран. Об этом сообщает сайт Росплантернадзора на всякие там ленты.ру. 7 апреля начинается массовый скрининг. Все желающие могут провериться на коронавирус, не выходя из своего дома. И таким образом не будет такого, что проверился гражданин, а потом, когда он пошел домой, после этого и заразился. Новый тест будет происходить бесконтактным образом. Специалисты Центра выездной молекулярной диагностики доставят тест на дом и порой инструктируют, как сделать самому гражданину мазок. И сделают тест. Потом результаты теста заберут биоматериалы гражданина к себе в лабораторию для дальнейшей диагностики и дальнейших тестов. Ошибка в самом тесте исключена, пишет Росплантернадзор. Ну что ж, поверим на слово. Результаты теста пришлют на электронную почту гражданина. Все как-то слишком гладко в этой новости, не находите, а? В этой вести. А подвох заключается в том, что на дому коронавирус будут доставлять только жителям Москвы и Подмосковья. Как будто вирус гуляет только по Москве, а в другие регионы его нет. Он не заводится. Но есть. Но Роспотребнадзор обладает возможностями, но очевидно не всеми возможностями обладает Роспотребнадзор. Роспотребнадзор на дому делает для всех граждан по всей стране. Что честно говоря странно, ведь у Роспотребнадзора есть филиалы в регионах. И чем они занимаются непонятно. Однако, пока тотальный скрининг не проходит по всей стране, у нас нет объективных данных о том, сколько заболело коронавирусом в России. Врачи в регионах просто пишут, что обычно ОРВИ и прописывают больному оскорбинку чай с лимончиком. Вы, наверное, удивитесь, но на врачи и сейчас ругаются. Кто ругается-то? А включил какой-нибудь вечер, понятно с кем, с Соловьевым, то врачи так обругают, что после этого хоть увольняйся и уходи из профессии. И это в самый разгар эпидемии. Ну так нельзя делать. Ну так нельзя делать. Все мы видели этот эфир программы «Вечер» с Владимиром Соловьевым, где Соловьев на профессоров, которые изучали эпидемию годами, орал, что они прописывают не те лекарства. И это просто за шкаф Соловьева. Ну ладно, у нас вести, поэтому... Но самое возмутительное то, что этот тест вовсе не бесплатный. Да-да, чтобы тебе поставили тест на коронавирус, надо заплатить 2000 рублей. Рост потребный отзор просто наживается в самый разгар эпидемии на потенциально больных людях. Ну и кому захочется пройти тест, если он будет стоить от 2000 до 5000 рублей? А дальше что? Платить за день пребывания в инфекционной больнице или в инфекционном отделении? Я уверен, что и это ведут в скором времени. Не с травмом же единым за нарушение самоизоляции и пополнять козлу. Ну, вы себе представьте. Допустим, надо протестировать 45... Допустим, тесты идут по всей стране, но платные. Надо протестировать 145 миллионов граждан. Если делать это все за деньги и снимать с одного гражданина 2000 рублей, то это нехилая сумма нагорает Роспотребнадзору. При этом, при всем, даже если выявить коронавирус у всех россиян, это вовсе не говорит о том, что же дальше нам делать. Как спасать страну? И откуда взялся вирус в стране? С Москвой все понятно. Многие летают по странам. Но почему, значит, коронавирус распространяется в регионах? Откуда же взялся по стату? Вопросов много, чем ответов. Но денежки Роспотребнадзора уже капают. А вот в Южной Корее тест делают бесплатно абсолютно всем. Неважно, болен ты коронавирусом, не болен, болен ли ты здоров, болеешь ты в витянке или нет. В Южной Корее всем тесты делают бесплатно. У нас наживаются на этих самых тестах по коронавирусу открыто. И делают это тот самый хваленый пропагандистами Роспотребнадзор. А тем временем коронавирус продолжает проникать в организм россиянина. И за годами нечищенных дорог. И за пыли. Но благо, тесты на платной основе уже готовы. Так что несите ваши денежки в Роспотребнадзор. Денежки, денежки. К вопросу об перекрытии границ между регионами. Рамзан Кадыров заявил, что теперь в Чечню не будут пускать без местной прописки. Ну что, вот мы имеем то, что мы имеем. Разброд и шатание в верхах. Ведь заявление Кадырова расходится напрямую с заявлением премьер-министра России Михаила Мишусина о том, что закрытие границ между регионами недопустимо. Таким образом Кадыров рассорился с новоиспеченным премьер-министром. И этого еще нам не хватало. Три-четыре. В самый разгар эпидемии. Кадыров в ответ заявил, что границы Чечны он не перекрывал. Граница открыта для ввоза, продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости. Но в Чечню сейчас там... Но в Чечню сейчас так просто не въедешь. И не выйдешь. Чего же так опасается Рамзан, что нарушают любые нормы и правила с перекрытием границ у себя в республике. Но все очень просто. Многие чеченцы сейчас живут в Москве, где очаг эпидемии коронавируса. Правда, это очаг эпидемии в Москве лишь потому, что там больше проводится тестов. Но тем не менее, Рамзан думает, ага, я сейчас все продезинфицирую у себя в регионе, в республике. А кто-то завезет все равно вирус. Не бывать этому. Эй, Вася, перекрывай кордон, Вася. Границу, Вася, никого не впускать. И Вася перекрыл кордон и границу. И никого в Чечню не впускают. Ни один Кадыров такой из числа глав регионов, который опасается заноса коронавируса из соседних регионов к себе, устраивая блокпосты и перекрытие границы. Рамзан, тут не уникальный случай. Главы регионов действительно боятся заноса коронавируса из Москвы, из Питера, из Краснодара и так далее к себе в регион. И закручивают гайки, никого не впуская. Мурожа всех на блокпостах. Но уникальность случая Кадырова заключается в том, что он в открытую идет против федерального центра, против премьер-министра Михаила Мишусина, у которого теперь с ним конфликт. Заявляют, что ему никто после того, как он перекрыл границу республики, не позвонил и не рассказал, что ему делать в такой ситуации. Не знаю, прав ли Кадыров или нет, звонили ему из федерального центра, из Кремля, из Белого дома или же нет. Но в одном он лукавит, он хорошо знает, что делать в таких ситуациях, конечно же. А иначе бы границу не перекрывал и не выгонял бы патрулей на улице Грозного. С тем, чтобы чеченцы по улицам не шатались и не подхватывали вируса. А вот дальше Роман Анатольевич явно перегибает палку. Но так как он это делает своим народом, то всем как-то пофигу. Что я имею ввиду? Он поощряет полицейских, применивших физическую силу к нарушителю Крантина в Аргуне. Затем, всем давая понять, что сейчас Чечня это тюрьма для своего народа, заявлениями, что ради спасения жизни можно две недели и два месяца находиться в изоляции и идти на любые жесткие меры. Люди вон годами в колониях живут и не умирают от этого. Вот и вы живите в моей республике дома, находясь на самоизоляции. То есть у вас Чечня, ваш дом, теперь и ваша жизнь, это тюрьма. Но это происходит не только в Чечне, по всей России. Кадыров сравнил свою республику, но Кадыров сравнивает открыто свою республику с тюрьмой. И это, конечно же, не нравится Мишустину и федеральному правительству. Ну так что же он действительно молчит? Непонятно, до чего один руководитель республики может себе такое позволить. И поэтому один руководитель республики может многое себе позволить. Но Мишустин молчит, он в обтекаемой форме говорит, что некоторые перекрыли границу. Надо говорить не некоторые, а Чеченская республика. Но никаких высказываний Мишустина про Чечну нет. И про перекрытие границ там нет. Кишка у премьер-министра танкать, чтобы вякать на Кадырова. Вякать на Кадырова могут себе позволить только Путин. А люди страдают тельта побоя от сотрудников чеченской полиции. И сидя в зимданах и подвалах чеченского СИЗО, борясь таким образом с коронавирусной инфекцией поломки Рамзада. Да, вот такая вот непростая ситуация. Не то, что там в Чечне, а по всей стране самоизоляции. Вроде бы само, а вроде бы и нет. Причем Собянин же разъяснил, что режим самоизоляции только для тех, кто приехал из рубежа. Но если ты просто в Москве выйдешь на улицу и гуляешь, то тебя задержат. Как того человека с очень интересным именем в Москве. А собаку в наглую оставят, чтобы сдохла на улицах Москвы. А собаки не будут дохнуть. Собаки будут размножаться и переводятся в стаи и охотятся на людей. Вот такая вот, понимаешь, типушила. Ох, ну и пришло время рассказать, как сам, так сказать, господин ведущий, так сказать, борется с этим коронавирусом. Ну, ну что до меня. Я, значит, помылся. Не побрился, к сожалению, нет. Значит, проветривают тут у меня, значит, свежий воздух, чтобы поступал в мою квартиру. Да, я не в доме шову. Ну, еще что сказать. Вот стал умываться чаще, чем обычно. Но это нужно для работы, чтобы увидеть мою всю ту писанину, которую я вам кормлю. Вот сейчас сидим на самоизоляции, да. Но, хотя вот вчера, вчера я нарушил все-таки режим самоизоляции и вышел на улицу в гипермаркет, который у меня не за 100 метров от дома, а за 500. Но никто меня не остановил. Так что, скорее всего, гулять-то, ну, не в Москве, не в Питере и не в Чечне, а в регионах России можно, не заходя в какие-то общественные места, там, типа парки, скверы и так далее. Да, это будет нарушать режим самоизоляции. Но тоже, поймите же, людей, они целыми сутками сидят дома. Они просто от этого хереют. Я помню, что я сам так охерел в 2016 году от того, что целыми днями дома находился. Так что я теперь иногда, изредка, но все-таки гуляю по улицам, чтобы окончательно не отупеть и окончательно, что называется, не свихнуться. Без прогулок на улице, без собаки за 500 метров вы понимаете, что никуда. Я просто вынужден нарушать. Я вынужден, иначе шарики за ролики заедут, и я тоже возьмусь за ствол, как он в Рязани. И чтобы иначе никого не убивать, я просто гуляю не у себя около подъезда, а за 500, за 1000 метров. Да, опасаюсь патруля. Да, но а как иначе быть? Как иначе выходить из такой ситуации? Совершенно не ясно. По-другому не нарушая никак. Так, вот такие вот были. А, нет, еще у нас есть время, еще есть время. Ну тогда давайте-ка я перейду сейчас кратко. Видите, вот как у Брилева, вот там он сначала новости, значит, читает как кратенечко, а потом уже аналитика вырубается, а у меня наоборот сначала аналитика, а потом новости. Ну в общем, что нам пишет коварный наш Яндекс-супостат? Значит, за сутки в России подтверждено более 1500 случаев заражения COVID-19 в 43 регионах в России. Эпидемия растет. В России предупредили о возможности роста цен на продукты до 20%. Голодный бунт, о чем я говорил, вполне возможно. Ну еще, конечно же, краш из магазинов тоже повыщется, понятное дело. В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ. Ну с ЕГЭ, вот в предыдущей моей аналитической передаче по скриптам, с ЕГЭ мы подробно об этом говорили. Саудовская Аравия поставила Россию ультиматум по нефти. То есть, о чем мы говорили. То есть, саудиты, как бы там они с Путиным не договаривались, как бы к шикарно не вели переговоры. Все равно, у них цель какая стратегическая? Вычесть. Уничтожить российскую нефть. Да. Чтобы вместо российской нефти гнать свою. А страдать-то будет. Мы и Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Ей здоровье, конечно же. Ну и что, из-за коронавируса, что ли? Ну вот дохвасталась она, конечно, у Леры Кудрявцевой, что у нее все хорошо, все хорошо. Не надо, в общем, ходить на всякие ток-шоу. И не придется вводить в искусственную кому. Ну вот, теперь уже... Теперь уже, да, все. Мы с вами прощаемся. Берегите себя. Все-таки в нарушении прогуливайтесь, потому что иначе кукушка точно вас съедет. Пока. Порогуливайтесь на улице. Пока.